Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. На поле Бородина после сражения лошадь Наполеона задела копытом одного раненого, и тот застонал и зашевелился. Император в гневе начал кричать на штабных, что они не заботятся о раненых. Кто-то попытался его успокоить, да ведь это русский, ваше величество. Император рассверепел. Что из того? Разве вы, сударь, не знаете, что после победы нет врагов? Все люди. Первым делом его после всякого сражения была забота о раненых. Сам обходил поле, приказывал подбирать своих и чужих одинаково. Сам наблюдал, чтобы делались перевязки тем, кому они еще не были сделаны, и чтобы все до последнего были перенесены на амбулаторные пункты или в ближайший госпиталь. Некоторых поручал особо своему лейб-хирургу и потом заботливо расспрашивал его о малейших подробностях в ходе лечения, о свойствах раны, о надежде на выздоровление или об опасности. Обо всем хотел знать. Благодаря этим сведениям много делал добра потихоньку. Один бог знает сколько. Походный кошелек его был точно с дырою. Так щедро сыплась из него милостыня. На святой Елене уже больной Наполеон, сидя в ванной и читая Новый Завет, воскликнул. Я вовсе не атеист. Человек нуждается в чудесном. Никто не может сказать, что он сделает в свои последние минуты. Наполеон так говорил о своей работе. Работа – моя стихия. Я создан для нее. Меру моих ног, меру моих глаз я знаю, но меры моей работы я никогда не мог узнать. Я всегда работаю. За обедом, в театре. Просыпаюсь ночью, чтобы работать. Я сегодня встал в два часа ночи, сел на диван у камина, чтобы просмотреть военные отчеты, поданные мне накануне вечером. Если он нашел в них 20 ошибок и поутру отослал о них замечания министру, то сейчас, наверное, исправляет их в своей канцелярии. Спасибо.